Очередную волну слухов о глобальных кадровых чистках в российском оборонном ведомстве вызвал последний отчет Американского института изучения войны. Мол, на фронте поражение за поражением, внутри России крайнее недовольство объявленной мобилизацией, поэтому Кремлю срочно надо найти крайнего и назначить главного виновного в провале так называемой СВО. Действительно ли Путин пойдет на увольнение ближайших соратников? И если да, то как это изменит ход войны? Разбираемся в этом видео. Министра обороны и начальника генштаба пинают все, кому не лень еще с провала российской армии под Киевом, который планировали взять за три дня. Главными критиками Шойгу и Герасимова стали боевик Игорь Стрелков-Гиркин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сейчас включились фигуры помельче. Так называемый замгубернатора Херсонской области гауляйтер Кирилл Стримаусов прямо предложил Шойгу застрелиться. На месте бы министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. А целая Российская Госдума в кои веки создала комиссию по расследованию масштабной коррупции в оборонном ведомстве. Хотя, очевидно, причина не в тотальном воровстве российских генералов и чиновников. Этому-то в стране давно никто не удивляется. Растущее недовольство мобилизации – вот что заботит кремлевскую верхушку. Путин даже публично пошел на попятную и в среду своим указом отложил мобилизацию всех студентов, заявив, что это Минобороны не внесло своевременных изменений в нормативно-правовую базу. Была достаточно интересная гипотеза, что вообще мобилизация была объявлена для того, чтобы всех напугать. То есть, условно говоря, держите меня семеро, я психический, чтобы опять поднять волну. Ну и по большому счету, если мы посмотрим на то, что писал Илон Маск, это вот такая реакция на… Вот эту реакцию ожидали не от Маска, а от каких-то официальных лиц. Ну, мы видим, что в любом случае это не получилось. Что значит «не получилось», хорошо видно на сайте Еврокомиссии. Там 6 октября опубликовано решение о введении восьмого пакета санкций против России. Вводятся новые запреты ЕС на импорт стоимостью 7 миллиардов евро для ограничения доходов России. Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных товаров и оборудования, необходимых для войны на территории Украины. Пока, несмотря на все предположения американских аналитиков, призывы от гауляйтеров застрелиться, новые санкции Евросоюза, кадрового погрома в Москве не произошло. Путин никогда не любил публичных разборок и уж тем более никогда под внешним давлением не сливал своих, даже самых проштрафившихся приближенных. А с министром обороны у него давние и прочные связи. Шойгу когда-то подарил Путину любимого лабрадора Кони, да и по психотипу президент и министр очень похожи. Это министр пиара. Он никогда ничего не делал по-настоящему. Он все делал для картинки. Самое главное для него всегда был пиар. Он очень злопамятный. Он помнит каждого журналиста по имени, по фамилии, даже из самого малого издания, если этот журналист что-то не так написал о нем лично. Как-то недостаточно хвалебно. Это тоже совершенно наглухобольной человек, очень ущербный и закомплексованный. Но как бы близки не были Путин и Шойгу, кого-то надо делать ответственным из-за провал всей так называемой спецоперации, из-за скандал с мобилизацией. Иначе вся система рискует рухнуть, как и миф о второй армии мира. Так что вполне возможно отставки будут. Среди преемников на должность нового министра называют генерала Суровикина и генерала Теплинского. Но это не более чем слухи. Наверное назначат, как я уже говорил, одного командующего над всей войной. Чтобы это все не было в статусе разброда и шатания. Потому что там сейчас как минимум три центра принятия решений. И очень часто никто никому не помогает. На должность министра обороны они могут на год, на два поставить совершенно, я не знаю, какого-то вояку. Мы его фамилию никто, скорее всего, не знаем. Мы фамилию Путина тоже в 99-м году особо не знали. Но вот его также поставили. И с тех пор у всей страны проблемы, у всех соседей. В этой мутной воде в последнее время явно всплыли два игрока. Евгений Пригожин, который раньше даже в суд подавал, если кто-то его называл владельцем ЧВК Вагнер. Теперь не только признал себя главным понаемником, но и нацелился на большое политическое будущее. Как говорят, у него достаточно высокие амбиции личные. Я не исключаю, что он бы не прочь был баллотироваться к президенту Российской Федерации. И, собственно, на переходный период, то, что называется транзитом, очень опасно то, что и у Кадырова, и у Пригожина есть личные армии, которые полностью им подконтрольны, которые могут делать все, что угодно. Если в России начнется хаос, то в этих условиях и Кадыров, и Пригожин будут очень сильными игроками. Еще один персонаж — Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале он отчитывается за каждый шаг, сделанный в Москве. А 6 октября, в день своего рождения, он хвастается, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Пиар, конечно, зачетный, но вряд ли главе Чечни светит министерский пост. Не проглотят даже российские военные, у которых никогда не было, извините за выражение, яиц выступать против власти. Но даже они, мне кажется, не проглотят назначение Кадырова министром обороны, но с другой стороны посмотрим. Мне просто кажется, что Кадыров так лишний раз заигрывает и сам способствует публикации всех этих материалов о том, как его Путин лично поздравил и так далее, чтобы об этом больше говорили и чтобы усилить свои позиции. В этом очередном витке обсуждений кадровых перестановок пока очевидно одно — российский генералитет не решается на путь. Он слаб и деморализован. Но злость в этой среде будет накапливаться, что в целом сильно ослабит нынешний режим. А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дежурный по Донбассу», чтобы первыми узнавать о событиях на востоке Украины.